Можно ли мыть собаку после прививки, через сколько разрешается? Собак, которые с неприязнью относятся к купанию, встретить сложно. Обычно у владельцев не возникает трудностей в том, чтобы побудить питомца к водным процедурам. Но что делать, когда планируется или уже выполнена вакцинация пса? Можно ли мыть собаку после прививки? Что представляет собой карантин после прививки? После прививки собаке необходимо обеспечить карантин, но за две недели до процедуры ей требуется дать препарат от глистов. Если вакцинация была проведена впервые, продолжительность карантина должна составлять от 10 до 14 дней. Что касается щенков, их необходимо в это время выгуливать на руках, исключая возможность общения с другими животными. После вакцинации питомцу необходимо организовать карантин на 14 дней. Со взрослыми псами вопрос обстоит проще, ведь карантинные меры достаточно условны. Требуется избегать контакта с другими животными на протяжении двух недель, но носить на руках взрослого питомца, особенно представителя. Крупной породы не требуется. Обратите внимание. Можно выгуливать собаку на поводке, но в уединенном месте. На вопрос, когда можно купать щенка после первой прививки, можно ответить, что только через 7 дней, но все же юный организм лучше. Оградить от воды на более длительный срок. Крайне не рекомендуется проводить вакцинацию перед продолжительной поездкой, интенсивной дрессировкой или соревнованиями. Все эти мероприятия становятся стрессом для собаки. Владельцу следует составить дневник прививок и знать, какая должна ставиться питомцу в определенный месяц жизни. Например, если говорить про бешенство, то от него прививку делают на 3-4 месяц жизни, а повторяют через год, а вот если это чумка, то на 2-3 месяц. Для профилактики чумки также используется мультикан. Существуют прививки, которые можно делать по желанию. Например, весной, когда появляется первый клеч, хозяева часто задаются вопросом, стоит ли вести против него вакцину. Также многие предпочитают использовать вакцину на бивак, или эурикан, которую ставят на 8-9 месяц жизни, ведь она надежно защищает питомца от чумы, вирусного гепатита, парагриппа и парвовирусного энтерита. Хозяину необходимо следить за графиком прививок своей собаки. Надо ли вообще купать собаку? Соблюдение гигиены – это важнейшие условия содержания питомца. У владельцев собак, как правило, не возникает сложностей с их купанием. Но надо ли вообще купать питомца, особенно после прививки? Купать четвероногого любимца не стоит. В течение двух недель после перенесенной операции, включая стерилизацию. Необходимо дождаться, когда заживут все швы. После прививки в течение 70 дней, чтобы избежать простуды и попадания инфекции вместо инъекции. Во время и в течение недели после перенесенного собакой заболевания. При повреждении кожных покровов. При беременности, если процесс вынашивания потомства вызывает у самки негативные эмоции. Если у питомца имеется лишай. Но можно ли щенка мыть после первой прививки? На самом деле, сразу же проводить мытье после введения вакцины запрещено. Необходимо устроить ему карантин минимум на 7 дней. Важно! Если купать собаку нельзя, а пес на прогулке повалялся в грязи, достаточно протереть его шерсть тряпкой, а после очистить с помощью сухого шампуня. Когда после прививки можно купать собаку? Сразу после прививки купать питомца запрещается, а все потому, что после инъекции иммунитет пса ослаблен и подвержен заболеваниям. Поэтому необходимо создать ему комплексный уход. Но запрет на купание не должен быть поводом для полного прекращения ухода за собакой. Ее шерсть требует ежедневного расчесывания, а также ее можно очистить влажной салфеткой. Продолжительность карантина составляет в среднем 14 дней, но приступать к купанию разрешается уже через 7-10 дней. Хозяину, который сомневается и не решается проводить водные, домашние процедуры, стоит обратиться к ветеринару, который точно ответит. Можно ли купать собаку после прививки или скажет, сколько еще требуется времени выждать. Выжидать карантин необходимо для здоровья питомца. Процедуры купания шаг за шагом Купание питомца не терпит спешки и суеты. Если четвероногий друг почувствует неуверенность в своем хозяине перед процедурой, до волнения и сопротивления избежать не удастся. Особенных требований, которые надо соблюдать при купании нет, существует только ряд простых правил, которые облегчат задачу владельцу. Как правильно, при какой температуре? Перед купанием для удобства обустраивают ванную. Например, в пределах вытянутой руки ставят шампуни. Если в помещении холодно, то его предварительно необходимо прогреть. Температура воды должна быть до 37 градусов, если пса купают в емкости с водой, а если же под душем, то не более 42 градусов. Длинношерстные породы, например, баллонку перед купанием обязательно надо расчесать. Чтобы шерсть не спуталась в процессе намыливания шампунем. При обнаружении свалявшихся комков их следует состричь. Щенков и маленькие породы собак купают в тазу или в раковине. А вот средних и больших питомцев можно купать в ванной. Чтобы питомец твердо стоял на ногах, на дно кладут махровое полотенце или специальный прорезиненный коврик. Если пес купается неохотно, то хозяину лучше надеть на него намордник. Перед купанием тщательно надо намочить шерсть, при этом необходимо избегать попадания воды в уши и глаза. Лучше всего принять меры и обеспечить защиту слизистых покровов животного. Далее шампунь наливают на ладони и разбавляют небольшим количеством воды. Затем его равномерно распределяют по телу животного и вспенивают. Затем необходимо аккуратно смыть шампунь. Так как подшерсток у питомцев довольно густой, то смывать надо достаточно долго и тщательно. Чтобы избежать образования опрелости и воспаления, следует промывать место, где может скапливаться пена, а именно подмышечную зону. Место под ушами и между пальцев на лапах. Чтобы питомец привык к процедуре и она стала приносить ему удовольствие, по ее окончании можно угостить пса лакомством. После мытья четвероногого любимца обмакивают полотенцем. Короткошерстных особей можно растереть полотенцем, против шерсти, а длинношерстных высушить феном. После процедуры запрещено позволять псу ложиться на сквозняке до полного высыхания шерсти и подшерстка. Но все же стоит отметить, что не рекомендуется долго давать собаке находиться на сквозняке, ведь это может спровоцировать развитие простудного заболевания. Обратите внимание. Купать собаку часто ветеринары не рекомендуют, достаточно проводить процедуру один-два раза в год. Но обычные игры в воде в теплое время года пойдут псу только на пользу. Средства для купания. Средства для купания выбираются в зависимости от типа шерсти, удобства использования и стоимости. Лучше выбирать то, которое подходит для конкретного шерстяного покрова. В зоомагазинах продают как обычные, так и сухие шампуни. Наиболее популярными среди сухих шампуней считаются Пэт Аслаб, Пэт Хэт, Трикси и другие. Среди обычных. Чистотел, Доктор Зу, Арава для щенков и другие. Но следует отметить, что каким бы качественным не был подобранный для четвероногого любимца шампунь, использовать. Его регулярно не рекомендуется. Моющие средства, при постоянном использовании могут спровоцировать появление перхоти зуда. Важно! Собачка в ванной должна промываться только средствами, предназначенными для животных. Обычный шампунь, который использует человек, собаке не подходит. Наблюдение за собакой после вакцинации. Во время карантина четвероногий друг нуждается в тщательном уходе и повышенном внимании со стороны хозяина. Кроме того, владелец должен избавить пса от повышенных нагрузок и стресса во время соблюдения карантина. Осложнения после прививки у собак возникают крайне редко, а все потому, что компании-производители препаратов ежегодно совершенствуют свою продукцию, делая упор на ее безопасность. Но все же у питомца после введения вакцины может возникнуть аллергическая реакция на компоненты вакцины. Проявляется она в виде общей слабости, небольшого увеличения температуры тела, но иногда имеет и тяжелые последствия в виде анафилактического шока. Важно! Если пес ведет себя непривычным образом, отворачивается от пищи, его дыхание затруднено, у него повышено слюноотделение, это повод. Для срочного обращения к ветврачу. После введения вакцины, хозяину необходимо создать спокойные условия для своего любимца. Возможные осложнения после прививки. Карантин после вакцинации необходим еще и для того, чтобы вовремя оказать питомцу первую помощь при негативной реакции на введенный препарат. Стоит помнить, что на медикамент животные, как и люди, могут реагировать абсолютно по-разному. Редко когда вакцинация не дает осложнений. Чаще всего в месте укола образуется припухлость, также может появиться покраснение или высокая температура. Если данные симптомы проявляются в течение недели, то они считаются нормой. Также возможны и другие осложнения, которые не должны вызывать паники у владельца. Ялость четвероногого любимца, но не более суток после введения вакцины. Небольшие рвотные позывы и нарушение стула. Отказ от еды. Данное поведение является приемлемым последствием для периода под названием иммунизация и не носит патологического характера. Но если симптомы длятся более 10 дней, то владельцу следует показать питомце-ветеринару. При обнаружении опасных симптомов после прививки собаку необходимо показать ветеринару. Хозяина должны насторожить следующие симптомы. Которые свидетельствуют о том, что вакцинация была выполнена не по правилам. Частые и интенсивные приступы рвоты. Температура тела более 39 градусов. Отказ от еды и слабость более суток. Подергивание мышц, судороги. Болевые ощущения в месте укола. Прихрамывание и потягивание задних лап. Каждое негативное последствие развивается только при наличии скрытого недуга, который при подготовке к процедуре не был выявлен. Также спровоцировать негативные последствия может некачественная вакцина. Продолжение следует...